Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео! Сегодня поговорим про падение биткоина, его причины и что будет дальше на основе ончейн-метрики. И, конечно же, мы поговорим про основные уровни, на которые стоит обратить свое внимание прямо сейчас. Итак, биткоин упал почти на 6 тысяч долларов за сутки. Что же произошло? В ноябре 2017 года мы видели падение и хуже. За пару дней биткоин терял почти 30%, и таких падений в ноябре 2017 было 2. Несмотря на это, ноябрь 2017 закрылся для биткоинов в плюс. По итогам месяца биткоин вырос на 55% по сравнению с началом месяца. Такая вот небольшая перспектива для тебя. Почти месяц назад я опубликовал видео с документом, в котором было четко сказано, что в ноябре будет утвержден новый план компенсации для тысяч кредиторов, которые потеряли деньги из-за падения некогда крупнейшей криптобиржи MTGOX. Судя по количеству дизлайков, выпуск был встречен неоднозначно. Оно и понятно, не все любят такие видео. Но я не могу не комментировать такие вещи, ведь они могут серьезно повлиять на биткоин и его цену на среднесрочных дистанциях. Поэтому я буду снимать такие видео, если будет о чем. Так вот, недавно стала известна дата, после которой все это будет происходить, а именно 20 ноября этого года. Именно в этот день окончательно будет утвержден план этой компенсации. А это значит, что 140 тысяч биткоинов будет возвращен инвесторам после этой даты на протяжении нескольких месяцев. Да, они будут возвращать это частями, а не все сразу. И я почти уверен, что инвесторы, которые получат эту компенсацию, очень быстро ее продадут. Почему же? Да потому что на момент потери этих средств их биткоины оценивались в тысячи долларов, а сегодня в миллионы. Скажи честно, ты сам бы разве не продал? Я бы продал. Поэтому после 20 ноября мы можем ожидать эти продажи на протяжении нескольких месяцев. Возможно, эта информация уже немного повлияла на цену биткоина сегодня. Теперь я хочу поговорить про анчейн-метрику для биткоина, которая показывает нам весьма интересные вещи и может научить нас многому. Этот график показывает нам общее количество предложений биткоина, которые удерживаются долгосрочными холдерами. Мы хотим видеть эту метрику как можно выше, если надеемся на рост биткоина в дальнейшем. Если эта метрика растет, значит долгосрочные холдеры накапливают биткоины. Если падает, долгосрочные холдеры продают. Как видишь, сейчас эта метрика находится на своих исторических пиках. Обычно, когда эта метрика находится на своем минимуме, рынок биткоина достигает пика своего цикла. Заметил интересную тенденцию? Распродажи долгосрочными холдерами происходят на сильном рынке. Посмотри, в 2017-м долгосрочные биткоин-холдеры начали продавать вот здесь. Но рынок после этого все еще рос. Конечно же, не без коррекций. Когда балансы биткоинов на счетах долгосрочных холдеров достигли своего минимума, биткоин достиг пика этого цикла. Накапливать долгосрочные холдеры начали уже на медвежьем падающем рынке. Мы можем не только отмечать тенденции на этой метрике, но и вынести важный урок, который я уже много раз повторял. Мы продаем на растущем рынке, покупаем на падающем, но не на всю котлету, а частично и поэтапно. Многие люди делают все наоборот. Они продают на падающих рынках, причем сразу все, и покупают на растущих рынках, причем сразу на все деньги. Что же происходит сейчас? Долгосрочные холдеры снова начали продавать. Кто-то скажет, что это медвежий сигнал. Я скажу, основываясь на предыдущих примерах, которые мы только что разобрали, что это сигнал на то, что мы еще увидим рост. Кстати, на этом графике мы видим то же самое. Долгосрочные инвесторы начали продавать биткоин. Это может приводить к немедленным коррекциям на краткосрочной перспективе, но не к долгосрочному падению. Посмотри, в ноябре 2020 они тоже начали продавать, и мы действительно видели коррекции, но в итоге цена биткоина продолжила расти. Все это подтверждается и следующей метрикой, которая показывает нам общее предложение биткоинов на счетах краткосрочных. Оно находится на своем историческом низе. За 6 лет так низко мы не были, как сегодня. На рынке нет достаточного количества краткосрочных инвесторов, а мы знаем, что краткосрочные инвесторы – это обычно новички, которых очень легко вытрясти из их позиций. Сейчас их минимальное количество. Здесь ситуация совершенно отличается от долгосрочных инвесторов. Когда количество биткоинов на счетах зашкаливает и достигает своих пиков, биткоин тоже находится на пике своей цены. И как мы видим, чем ближе пик цены биткоина в каждом цикле, тем стремительнее краткосрочные инвесторы его покупают. Чем быстрее растет количество краткосрочных инвесторов, тем ближе пик цены биткоина. Так было здесь в 2017, и так было в 2019, и так же было недавно в мае 2021. Зато, когда количество краткосрочных инвесторов находится на низах, в прошлом это приводило к росту цены биткоина на длинной дистанции. Сейчас же мы находимся на своем минимуме. Но эти метрики говорят нам о среднее и долгосроке. Для краткосрока есть более интересная метрика, которая наоборот показывает нам о том, что нас могут ожидать краткосрочные потрясения. Эта анчейн метрика показывает нам количество биткоинов, которые внезапно задвигались после того, как 5 лет ими не торговали вообще. Как мы видим в последние дни, эта метрика сильно подскочила. И если мы внимательно посмотрим эту метрику в сравнении с графиком цены биткоина, который здесь обозначен черным цветом, то заметим тенденцию. Каждый раз, когда эта метрика так сильно подскакивала, это намекало нам на коррекции и консолидации цены биткоина на немедленной краткосрочной перспективе. Поэтому, если на краткосроке мы увидим какие-то падения, это будет ожидаемо. Но, учитывая метрики, что мы с тобой уже разобрали про долго- и краткосрочных инвесторов, долгосрочная перспектива биткоина все еще выглядит отлично. В пользу этого также говорит нам и метрика, которой поделился Вилли Ву. Она называется долгосрочное накопление, и с помощью этой информации мы можем оценивать уровень дефицитности биткоина в тот или иной момент. Каждый раз, когда цена биткоина достигает дна, этот индикатор достигает пика. Так было вот здесь, здесь и здесь. Мы видим, что сейчас этот индикатор также находится на своем пике. А значит, цены от 30 до 50 тысяч долларов являются дном для биткоина, ниже которого мы навряд ли когда-либо опустимся. По крайней мере, об этом нам говорят киты. Когда мы увидим, что этот пик переходит в такое падение, мы можем ожидать большого движения цены биткоина вверх. Отношение рыночной стоимости биткоина к его реализованной стоимости. Это метрика, которая сейчас на твоем экране. Что такое рыночная стоимость? Итак, понятно. А вот что такое реализованная? Реализованная стоимость – это стоимость каждого биткоина на момент последнего его перемещения в сети. Понятное дело, что реализованная отличается от рыночной. К примеру, у нас есть биткоин, который однажды купили за 15 тысяч долларов. Его реализованная стоимость – 15 тысяч долларов. А рыночная стоимость – текущая цена на рынке. Этот индикатор хорошо подходит для оценки биткоина на предмет недо- или переоцененности. И как мы видим, когда он находится на своих пиках, растущий рынок биткоина заканчивается и начинается падение. Сейчас этот индикатор и близко не находится к своим пикам. Это значит, что нас могут ждать краткосрочные коррекции, но это не означает, что растущий рынок закончен. И последняя метрика, что я хочу тебе показать – это биткоин Pure Multiple. Эта метрика рассчитывается по формуле – стоимость суточного выпуска биткоина, разделенная на значение 365-дневной среднескользящей. Используется эта метрика, опять же, для определения пере- или недооцененности биткоина. Мы видим, что когда эта метрика достигает красного бокса, это означает перекупленность биткоина. При достижении этой метрики красных боксов биткоин всегда переходит в жесткую просадку. Когда же эта метрика находится в зеленом боксе – это самая идеальная точка для покупки биткоина. И такие точки, кстати говоря, бывают нечасто. За последние 9 лет таких точек можно найти только 4. Сейчас мы видим, что эта метрика еще не достигла ни красного бокса, ни зеленого. А значит, место для роста у нас еще есть. У нас не будет места для роста тогда, когда мы достигнем красного бокса. И, наконец, я хочу очень быстро взглянуть на техническую картину, а именно дать тебе уровни, на которые стоит ориентироваться. Конечно же, в этом нам поможет мой любимый индикатор CPR, который с самого начала месяца тестировался нами лишь один раз вот здесь. Поэтому я бы хотел увидеть и второй ретест этих уровней. Ведь мы знаем, что именно средняя линия CPR является сильнейшей поддержкой на падение биткоина. Итак, у нас есть три уровня CPR, которые сейчас являются поддержкой. Первый уровень находится на отметках 55100 долларов. Второй уровень – это 57200 долларов. И третий уровень – это 59200 долларов. Что касается целей для роста, у нас их тоже три. Первая цель, кстати говоря, совпадает с целью роста вот этой фигуры, о которой мы когда-то говорили. Это 71000 долларов. Вторая цель – 80800 долларов. И, наконец, третья цель – 94600 долларов. На этом все, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Если видео тебе было интересным, познавательным или полезным, почему бы не поставить ему лайк? Это поддержит мой канал, а мне даст мотивацию работать дальше. Большое спасибо за твою поддержку. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»